Всем привет! Вы на канале 2,3. Я Андрей. Я Ангелина. Сегодня мы вам покажем самый синий город в мире. Если забить в любой поисковой строке картинки Марокко, то первым в поиске выйдут целые дома и улицы, выкрашенные в синий цвет. Этот маленький город, в котором всего 35 тысяч человек, стал визитной карточкой Марокко. И да, мы в Шеф-Шоуэне, или как местные его называют, Шавен. Шеф-Шоуэн это одна большая фото-зона. Красиво и успокаивает. Главная загадка этого города, что никто, никто достоверно не знает, почему дома стали красить в синий цвет. Есть несколько версий, сейчас мы вам все их расскажем. Не люблю историю, но тут без нее никак. В конце 15 века Испания приняла закон, что все нехристиане должны покинуть территорию или принять христианство. Поэтому иудеям и мусульманам надо было бежать. И некоторые из них остановились здесь, в Шеф-Шоуэне. Версия первая, или религиозная. У евреев синий цвет ассоциируется с небом и напоминанием о Боге. Поэтому изгнанные евреи стали красить свои дома и улицы в синий цвет. В то время красили их только евреи. А теперь почти все дома в Медене выкрашены в синий цвет. Офигеть! Тут даже картины и сувениры почти все синие. Вторая версия сентиментальная. Город стали красить синий цвет, как воспоминания о Себезенземном море, откуда их выгнали. Красиво и успокаивает. В Шеф-Шоуэне нет ни одной свободной коробки. Все занимают коты. Версия третья, самая добрая. Шеф-Шоуэн принимал беженцев и переселенцев с разных уголков мира. А синий – это цвет толерантности и терпимости. Версия четвертая или биологическая. Считается, что компоненты синей краски отпугивают насекомых. Но я в это все не верю, потому что посмотрите, сколько насекомых на покрашенный в синий камень. Подписывайтесь на 2А3. Сабскрайб Russian YouTube Channel Play Free. Версия пятая, практическая. Считается, что синий цвет не так сильно нагревается на солнце. А в Марокко, особенно летом, нестерпимая жара. Смотрите, кошка, 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 кошка и ковры. Когда образовалось государство Израиль, все евреи уехали туда. Ну а жители Шеф-Шоуэна смекнули, что синий город приманивает толпы туристов. Поэтому все равно продолжили красить его в синий цвет. Тут, между прочим, миллион туристов в год. По всему Марокко продаются такие халаты с капюшоном. Они называются джелабы. Они спасают от солнца и от жары. И Шеф-Шоуэн это единственный город, где продают вот такие шерстяные джелабы. Они защищают не только от солнца, но и от холода. Потому что климат здесь горный и вечером очень холодно. Но нам как-то пока что очень жарко. Можно сказать, что Шеф-Шоуэн это одна большая фотозона. Поэтому, если вы любите фотографироваться или фотографировать, вам точно сюда. А если вы вдруг не смотрели видео про нашу креативную фотосессию, обязательно посмотрите вот тут по ссылочке. В Марокко почти на каждом углу продают соки. А обычно апельсиновый. Из свежих апельсинов. Очень вкусно, а главное натурально. Оранж-жинжин, лимон, оранж-манго, оранж-кеви, авокадо. Стоит каждый по 200 рублей. О, я попросил бы больше имбиря добавить. Не обманул. Дай попробовать. Ой, ой. Я не думала, что там настолько будет имбирно. Мне розовую трубочку дали. Сначала зеленую воткнули, а потом розовую дали. А я ничего не говорила, хотя я всегда хочу розовую. Ребята, кто-то хочет покрасить дом в синий цвет. Вот краска для вас подается. Ну, если хотите не в синий, здесь есть ассортимент других цветов. Я сейчас уже потасну это синий. Мне просто не хочется уже смотреть на этот цвет. Бесит. В отличие от других марокканских городов, в Шефшоуэне почти нет мусора и грязи. Это самый чистый город Марокко, я вам точно говорю. Несмотря на то, что тут очень много туристов, это все же просто обычный жилой город. Вот тут даже белье сушат. Местные жители очень стараются, чтобы их дом и двор выглядели выигрышно перед другими домами. А некоторые даже делают фотозону, где за небольшие деньги фотографируют туристов. Вот, например, здесь. Мне город очень понравился. Ходишь, фоткаешься, не обременительно. Здесь особо нет достопримечательностей. Ну, есть, например, вот эта крепость, которую построили пленные португальцы. В ней же была вечерина, в которой они сидели до конца своей жизни. Еще здесь из необычного есть вот этот вот восьмиугольный минарет. Для Марокко это большая ректость, потому что обычно они все квадратные. В одной из башен есть музей, но мы с Ангелиной туда не пойдем. Да, Ангелин? Наверное. Спасибо, что были с нами в этом самом синем выпуске. Как вам идея, чтобы в одном городе красить все здания в один цвет? Напишите в комментариях. А также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. С вами были Два-Три. До встречи в новых выпусках. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...